у нас как я уже говорил чудесным образом сработал мой инстинкт что если майские праздники турекция пора заканчивать а на самом деле не пора вот поэтому по процедуре по процедуре скажем так подготовки и написание кода и публикации я наверное если не полу не не придумаю что-нибудь такого компактного больше особо рассказывать не буду потому что потому что на самом деле я уже несколько раз и говорил на по на всем да все тем которому потрогали можно просить прочесть цел спецкурсами строго его но время у нас на это нету а делать из одной лекции 2 может только в том случае если за одно и что-то не успел вот ну реально тотально поэтому я поглядел в тематику похожего курс который был у нас в 2015 году мы с моим коллегой читали вот и там была такая смешная тема там значит мы с вами проходили всего лишь один тулки в качестве примера того какие бывают толки то он назывался такая интер собственно возможно я потока интера еще сделаю какую интелекцию такую чтобы было понятно что это не самый такой древний из толкетов на самом-то деле в общем получше многих вот значит ну или по крайней мере не хуже так вот в том году была такая идея что мы много разных толкетов покажем вот смотрите как там было устроено мы по очереди читали лекции я читал про пигеем а павел читал про джанга например одну лекцию просто вот простейший приложение для для джанга я читал про интерпретарных интерпретар команды строки а павел просы я читал про написание сишных модулей к питону кстати тоже хорошая тема могу попробовать следующий раз сделать вот ну и в общем вот читали мы получили так вот значит у меня попалась на глаза тема который называется интерпретатор командной строки эта тема довольно странная в случае если вы такой вот любитель приложения приложения но как ни странно довольно часто встречается в real life ну например у меня идея стоит в следующем допустим вы написали на питоне какой-нибудь тузей которая что-то умеет делать модуль какой-нибудь вносовали туда каких-то функций придумали как те функцию как сказать ну понятно функции насовывается не зачем-то а потому что вам нужно решать некоторые задачи вы даже решили задачу и выясняется что задача это ну например я таким способом написал свою проверку копипасты для решений домашних заданий в и джан вот значит там задача какая надо скачать архив решений надо их загрузить надо их проанализировать на значит с похожесть разными способами а потом из этого массива надо уметь выводить статистику по человеку статистику по задаче статистику или статистику картинку было образованного клади кластер копипастеров вот оценку автоматически определяется да ну вот такое то есть у нас есть некоторая логика у нас есть некоторые функции работы с нашими данными и вообще говоря у нас есть некий примитивный язык вызова этих функций интерактивного со стороны человека типичный пример подобного рода организации интерфейса интерпретатор командной строки питона шелла кого угодно вот мы сегодня поговорим о том как как превратить программу которая что-то вводит просто что-то вводит какие-то строки а потом их пытается как-то интерпретировать парсить в довольно удобную программу какими толкетами может для этого вот вот примерно такая у нас будет за счет сегодня расписание значит сейчас секунду да значит первым делом волшебная таблетка волшебная таблетка которая называется гнурид лайн она доступна пользователям linux macos вообще га юникс подобных операционных систем а в случае случае значит этого самого виндовса вам придется импортировать какую-то специальную библиотеку которая имитирует redline на на питоне я сейчас не помню как она называется но мы можем ее найти на сайте пыпы пыпы здесь сказать redline что гнурид лайн трезонным клэш нюкопы пэджис хир вот вот гнурид лайн а перед лайн вот все понятно вот значит нас послали в правильную сторону вот эта библиотека перед лайн которая предназначена для того чтобы заменять redline полностью имутировать работу редлайн под виндой вот это так к слову пришлось я просто помню что были проблемы у людей а где наша страничка вот наша страничка значит волшебная таблетка обещанная смотрите пишем программу любую ну допустим простейшую пишем что-то типа я сравняется input ну и давайте даже не так я сравняется input что-то типа input line да вот с равно обратите внимание в новом питоне синтаксис прекрасный появился вот такая вот такая конструкция сейчас вы увидите во что превращается довольно забавно давайте даже не ес и напишем cmd чтобы было интереснее cmd вот такая вот конструкция значит тупейшая программа которая работает вот так вот вот значит обратите внимание на только во что раскрылась во что раскрылась конструкция cmd равно это форматная строка в которой появилась модификатор равно который значит имя переменные равно выводит в начале в общем очень клево по моему ну и там кавычки вот это все вот понятное дело что если мы эту программу запустим и захотим каким-то образом понажимать какие-то клавиши то у нас ничего работать не будет в линукс по крайней мере это будет выглядеть вот так это нажатие на клавиши в терминале вот каждый клавиш в терминале вы возвращает на самом деле управляющую последовательность символов обычных начинающихся просто на escape вот этот самый escape мы видим единственное что доступно обычному пользователю в в в работе с командной строкой и это классический интерфейс обработки командной строки который предоставляет линуксовый терминал сам сам терминал может представить control-у удалить всю строчку control-w удалить одно слово вот это единственное что можно себе позволить когда вы редактируете командную строку просто так никаких значит стрелочек вот вот этого всего в экспейши все волшебная таблетка состоит в том что мы пишем from from нет мы пишем просто импорт редлайн по моему импорт редлайн я нажимаю стрелку вверх я нажимаю два раза стрелку вверх 1 2 ну что там я нажимаю стрелку вправо влево да я нажимаю пейджа по пейдждаун но тут правда пейджа по пейдждаун это все-таки сейчас секунду я тут да у меня тут подсказка открыта это все-таки мой бинзинг сейчас я про это расскажу но тем не менее ну и так далее ну и так далее и так далее то есть от одного фау от 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 самого факта что мы проимпортировали в наш питоне файл гну ридлайн ридлайн это стандартная библиотека то есть стандартной поставки питона под юникс подобные системы а от одного факта импортирования этой библиотеки смысле этого модуля а все команды которые вводят со стандартного вода стали управляться там тем самым ридлайном специальной библиотекой гну ридлайн которая вот 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 тут есть документация по ней если вам интересно значит побольше сделаю если вам интересно ну конечно это ссылка на на третье на 2 питон если вам интересно можете сходить там вот достаточно много опис кстати сказать с помощью этой же библиотеки настраивается всякие полезные фишки при старте питона вот сейчас я кажется покажу у меня должен быть пойдем стартап файл вот пойдем стартап файл пользоваться тем же самым ридлайном ну давайте мы его посмотрим в цвете пользуются тем же самым ридлайном для того чтобы например хранить историю файл и пи хистерри для того чтобы эту историю сохранять на с помощью от экзита в тот момент когда мы выходим из программы а значит соответственно с помощью вот а с помощью команды в функции рид рид и хистерри файл читать эту историю когда мы только запускаем программу вот вот значит фактически при старте питона всегда выполняется этот скрипт то есть он заживу заживывает заживывает имеющийся файл пи хистерри вот который нам ридлайн просто сохранил и сохраняя этого при выходе потому что я такой это exit это это определил такие дела вот ровно нет вы можете присобачить к своей программе на самом деле вы можете историю хранить смотрите берем и говорим что-то типа берем и говорим что-то типа и 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 ли и и и и и и these хфили равняется чего там ну допустим ряду хист вот да exists фили только большими буквами назвали да вот так вот что там у нас было дать читаем прям как у меня написано стартап read history файл да вот давайте прочитаем read line read history файл хили вот от exit давайте тогда нет зачем это давайте мы здесь так сделаем давайте мы сделаем не так cmd равняется здесь напишем вайл cmd не равно не равно exit тогда у нас по control c или про по control d будет все сваливаться история не будет записываться а здесь будет виду . в райт history файл файл что получилось получилось мы на нашей абсолютно нужной программе приписали не только редактирование но еще и историю мне кажется я боюсь ошибиться вдруг не так давайте проверим значит давайте сначала запустим эту программу первая строчка вторая строчка ну и третья строчка четвертая скажем и exit и давайте посмотрим что у нас как нас файл ты назывался редул точка хист что он у нас содержит хо-хо он содержит историю редактирования командной строки вот теперь мы можем сказать python riddle точка пыль я сейчас нажму стрелку и вверх и догадайтесь что я увижу я вижу команду exit вот с помощью всяких хитрых штук вот таких например я могу редактировать вот у меня это это кстати тоже alt backspace он возвращает escape backspace и под него есть команда вот то есть вы можете обеспечить даже самый обычный ввод собственной истории в собственном файле с командами редактирования к сожалению тут я вынужден констатировать что к сожалению все команды редактирования ридлайна абсолютно одинаковые независимо от того какого типа командную строку вы редактируете то есть есть общий файл который называется input rc вот он в котором я не понимаю вопрос про трюк с пробелом вот окей вы спрашиваете прошел почему или произошел почему если по команда начинается на пробел она не не попадает в history правильный ответ потому что если команда начинается правильный пробел она не попадает history так написано да это специально для вас чтобы вы могли таким образом определять команды которые не попадают history вот и все да значит вот тут я останавливаюсь потому что язык описания биндингов то есть привязок клавишам привязок клавишам этого самого input rc он довольно разнообразный единственное что обратите внимание вот на такой комментарий которыми обычно сопровождаю свои собственные изменения внесенный файл вот это самый page up и page down вынутые прямо из терминала x term это еще один недостаток импут rc что там приходится складывать там приходится складывать эскейп последствий управляющий последствий в таком виде как они есть если я буду использовать какой-то терминал в котором page up и page down не соответствует вот этим клавишам то там это работать не будет вот в гну редлайне к сожалению нету такой гибкой логике определения каких-то мета символов которые должны быть подсунуты в зависимости от типа терминала поэтому мне приходится вставлять прямо вот escape скобка 6 фигня это вот кстати escape в нотации дну редлайн ну не важно значит итак файл называется импут rc лежит в домашнем каталоге его то собственно прочел редлайн когда я сказал импорт редлайн и его то эти самые команды он мне позволил использовать в моем обычном питончики для редактирования командной строки на этом значит тему readline закрываем на самом деле если вы собираетесь писать именно командную строку то возможно вам понадобится нечто большее чем обычный обычный ввод обычные строки пускай даже обработаны дну редлайна почему ну ровно по той простой причине что вы хотите сами определять например какие команды валидные какие не валидные сами парсить эти все команды и вообще говоря стоит задуматься над тем что классический интерфейс командной строки это команда пробел первое слово параметр пробел второе слово параметры так дальше и было бы неплохо уметь иметь некий универсальный инструмент который бы позволял организовывать такого рода диалог с пользователем когда вы вводите команду ее параметры интерпретатор их интерпретирует и например чтобы у вас работал ну хотя бы комплишен да вот чтобы нажимаете на там в гну редлайне комплишен работает вот в этом в этой в этой картинке у нас комплишен работать будет но он будет работать очень странным образом ведь я нажал таб и он не достроил имя файла то есть по умолчанию если вы не придумали иного реглан при нажатии на клавишу который инициирует достраивание табуляцию занимается достройка имен файлов до тех которые лежат в каталоге ну или так вот видите вот это я там нажал опять значит вот соответственно если вы хотите более гибкий и волшебный более гибкий волшебный инструментарий по написанию командной строки именно отвечаю на вопрос псевдографика конечно же есть в юникоде ей дофига псевдографики вот вся она на свете есть вот это псевдографика ну значит она есть вот да так вот если вы хотите написать какой-то более гибкий интерфейс командной строки возможно вам понадобится модуль который называется cmd которого ровно про это и написано что что такое модуль cmd модуль cmd довольно забавная штука где гвоздями прибито довольно много функциональности заранее вот и поэтому написание простых интерпретаторов командной строки с его помощью очень 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 простая вещь вот я посмотрел на пример находящийся в конце на документации по cmd вот он ну его мы делать не будем я лучше я лучше значит напишу что такое с нуля давайте cmd экземпл давайте какой-то совершенно бессмысленную синтаксис себя придумаем потому что времени у нас не очень много чтобы изображать что-то ну например интерпретатор командной строки который поддерживает всего две команды команда какой-нибудь ну не знаю вот вот и видео что-то делает ну и команду ну и за вексит вот а еще у него должен быть help и все остальное вот давайте что-нибудь такой вот мега-мега тупое сделаем значит чем мы делаем импорт cmd вот и определяем класс интерпретатора значит этот класс должен унаследоваться от класса cmd который собственно будет делать всю магию за нас если это класс пускай будет большой буквы cmd . cmd что было вот так и не так вот так вот значит и тут я просто расскажу чего вот это значит впрочем оно довольно очевидное то есть и моя речь будет щедро приправлено советами капитана очевидность на тернат тем не менее значит интро интро это то что пишется когда вы только запускаете интерпретатор и это понятное дело подсказка которая вам выводится в вашей командной строке ну допустим вот так да то на что вы собственно вводите команду дальше вы волшебным образом определяете следующего рода следующего рода команды дев ду подчеркивание а дальше название вашей команды которая вот тут очередное прибитие гвоздиками название ваш команды которая должна быть ну соответствовать принципам формирования команд в питоне да вы так спроста не сможете задать команду который не является с точки зрения питона единстве как ну что здесь можно писать ду мы хотели сказать вот вот у у нее значит один единственный параметр арк вот я вот что думаю давайте мы что ли вот что такое forward а нет это просто форвард давайте что ли мы просто напишем что-нибудь такое принт это будет работа этой команды принт ну и здесь скажем этот самый арк что было понятно что что ему передали в качестве в качестве параметра мы хотели еще был что был до экзит экзит сэлф арк вот ну чё надо наверно выйти то сейчас я посмотрю по шпаргалочку там бай сэлф клоуз в значит ну вот посмотрите мы обещали что будет команда ехать да кстати давайте мы еще документирование напишем да print вот 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 эта документация помните строка документации значит здесь напишем игре фром программ собственно собственно кажется нам больше ничего не нужно да значит что там еще пред смд клоуз это неинтересно значит ба 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 собственно кажется нам больше ничего не нужно нам больше ничего не нужно давайте мы вызовем этот интерпретатор просто тупо ну типа вот так вот как у них да и равняется это не и равняется интерпретатор вот и вызовем смд лук это внутренний понятно это цикл обработки команды строки ну давайте может быть здесь еще напишем что-нибудь типа в конце print дан чтобы было понятно когда мы из него так значит я вангую что это будет работать следующим образом при запуске этого интерпретатора запустится нам напишется дамком онлайн и напишет стрелочка а дальше мы будем обрабатывать команду вот и где то давайте попробуем упс там неформатированная строчка давайте выйдем я сказал выйдем что не так а я забыл сказать self close вот а здесь я забыл не туда поставил букву фы вот дайте еще разок вот два 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 обратите внимание что параметру команды вот ровно один вот этот арк куда приехала вся строчка целиком параметров командной строки вся целиком туда приехал хорошо приехал и приехал значит exit дэнс но баба а что нужно а тут написано сел в клоус может быть там клоус должен быть отдельно а до господи прости нет никакого сел в клоуза хорошо давайте поправим так нет никого сел в клоуза значит должно быть exit этот exit должен быть чем чем-то сопровождаться давайте посмотрим как оттуда выходить он чё-то должен ретернеть тут может быть ретерн труп почему-то так давайте попробуем так 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 нет это кстати ни на что не должно повлиять о повлияло ну и хорошо вот обратите внимание что команда exit внезапно сама собой взяла и закончилась а что будет если будет false а понятно то есть любая команда которая возвращает true внезапно заканчивает работу да любая давайте проверим да любая если ваша команда возвращает true значит работа закончена вот такая вот казалось бы ну какая разница ну хорошо ну превратили мы название функции в команды но смотрите я нажимаю букву w и жму так я нажимаю букву е и жму так то есть я помимо всего прочего не я а этот самый модуль cmd настроил нам автокомплитшн настроил достраивание по именам команд вот я могу писать help он говорит смотрите у нас есть три команды которые документированы exit help и вот например help exit help вот и это те самые докстринги которые у нас были в функциях они в командной строке прямо вводятся более того если напишу вот так вот 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 ну понятно короче говоря достраивание работает если у меня будут несколько команд с разными именами то мне будет в стиле шельного достраивания предложен синтаксис соответствующий ну давайте его сразу сделаем чтобы было понятно о чем я говорю вот вот у нас есть две команды похожи вот и в да вот они вот видите я нажал дважды тапа мне говорит то есть вот а есть в ну давайте в вот что самое интересное и на этом видимо придется закончить рассказ про этот модуль вы можете самостоятельно в таком же примерной стиле управлять достраиванием к соответствующей команде вы можете взять дев вот комплит кажется сейчас дать посмотрим компли компли комплит да комплит комплит подчеркивание команда комплите ну скажем вот у нее 4 параметра сейчас посмотрим какие и это первый параметр ну текст это значит тот кусочек для которого мы делаем комплитен то есть допустим мы набрали команду вот дальше на иначе что-то набирать нажали тап и вот это есть то место которое мы уже успели набрать line это вся строка целиком который мы уже успели набрать бег и dx и end и dx это тот кусочек текста который подлежит подлежит комплитену сейчас я покажу что это все означает вот значит self 4 параметра текст line бег и end ну и здесь можно написать что-то типа return вы помните что такое комплитен да это возможность перед это возможность нет передар не нужна звездочка туда как вы видите передается ровно одна строка она не парсится парсить ее будем другим способом так вот значит поскольку комплитен передает разные варианты если он не один значит давайте мы скажем что мы туда передать мы вернем что-то типа f f текст текст или что там а ну ну хорошо давайте так понятное дело что это немножко не минуты ненастоящий комплитт но вы по крайней мере получите представление о том как это работает да вот мне кажется этого достаточно давайте проверим в хире вот я начинаю набирать кверт набирает нет ни хири а вот вот начинаю брать кве набирают нажимаю tab что мне говорит тап у вас есть четыре варианта продолжение продолжение того что написали это бег равно 5 енд равно 8 ну и так дальше значит если написал бег вот то есть ну в общем вы поняли да при этом смотрите это то что я успел написать не так текст это то что я успел написать line это вся строка бег 5 это индекс а начиная с которого в строке у нас начинается то что мы делаем а именно пятый символ а енд это индекс на котором заканчивается кстати если вот так сделаю то вот вот так вот обратите внимание что у меня текст будет 2 3 то есть мы пытаемся про значит достроить только 2 3 а 4 2 3 4 5 они останутся после курсора да а это позиция конечно да вот короче говоря дальше вы сами реализуете логику тут в общем такое внезапно как было правильно замечено в чатике внезапно сами параметры командной строки вообще никак не парсятся они все передаются одним большим куском дескать партии сами почему да потому что в питоне есть встроенный интерпретатор шелл подобных вернее встроенный лексический анализатор шелл подобных командных строк что значит шелл подобных это значит что командная строка состоит из команды из слов точнее не так команда строка стоит из слов эти слова значит можно квотировать с помощью кавычек вот в них могут встречаться комментарии ну и некоторое количество типичных для шелла лексических законов можно не глядя подключить к вашему интерпретатору командной строки если воспользоваться модулем шлекс вот тут есть всякие примеры они какие-то хитрые я хочу простой пример значит что делает шлекс шлекс делит входной текст на лексе мы в том виде в котором их понимает не понимает этот самый ну условно какой-нибудь шелл или шелла подобное что-то вот мы можем управлять работой этого лексера разными способами времени у нас нет на то чтобы это дело сейчас подробно разбирать тут видите иногда можно сказать что некоторые из этих символов это разделители иногда можно сказать что некоторые из этих символов это знаки припинаний поэтому они объединяются в один ну в общем много всякого но простая самая конструкция будет состоять в том что мы просто берем вот здесь вот и импорт шлец и ну скажем все тот же вот давайте мы ему напишем ну нет пока пускай будет так давайте мы его распарсим да значит арг з равняется шлекс . шлекс . парс как там пишется не сплит не парс вот арк вот и здесь можно писать арс в принципе в принципе значит разница невелика но мы увидим что при этом творится да вот много пробел много пробелов в кавычках в кавычках строчка допустим да ну и там контур бэкс 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 н там какой нет слышен не нужно бэкс наш не знаю там пев вот смотрите что произошло во первых нам эта вся строка распарсилась ну посплетилась во вторых она посплетилась согласно правилам шелла например закватированные кавычками строки приехали слова не стали разбираться на слова приехали как одно слово в третьих она бэкслэш т на самом деле превратила обратно в т то есть это не табуляция ни хрена это я зря надеялся вот ну и в четвертых там есть всякие другие мелочи которые в данном случае нам нас не очень интересует просто потому что времени нет да почитайте документацию по шлексу и вы сможете да значит смотрите при этом когда вы с одной стороны у нас есть механизм работы с командной строкой достраивание всего остального с другой стороны у нас есть механизм парсинга параметр командной строки который за нас выполняет довольно много интересных синтаксических действий вас тут их много да да не только сплитит сплит это одна из одна из простейших 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 операций вот там есть всякая с внутренней квартире квотирование чтобы значит калычки не раскрывались там есть что еще разбиение на токены по отдельно ну и там есть определить до комментарии 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 кстати по умолчанию поддерживаются смотрите ой нет не поддерживается ха 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 давайте посмотрим должны быть комментарии коммен сравнится фулс а комментирус комментирус странно а может быть дело в этом нет непонятно что-то мне не получилось задействовать комментарии хотя написано что они действуют ну давайте посмотрим примерах но если мы не найдем то я наверное это опущу а или он по умолчанию не парсит ну-ка 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 может быть надо сказать просто ой может надо сказать просто true comments yes вот пожалуйста значит все что после символа комментарии считается комментарии обратите внимание конечно что я нажал вот когда писал нажал там потому что мне было лень вот такие дела и это что касается лексического анализатора который может вам посплитать посплитить строчку на слова причем сделать это хитрым способом с учетом всего вот этого вот значит фактически мы уже почти написали вернее описали некоторую оснастку с помощью которого можно написать интерпретатор практически любой командной строки очень далеко не бегая как видите файлики все примитивнейшие вот ну в смысле количество действий для того чтобы все заработало примитивней ну можно пойти дальше если вы хотите написать свой собственный интерпретатор командной строки то вы возможно захотите написать свой собственный лексический анализатор то есть инструмент который бы разделял входной поток текста на какие-то лексемы вот свой собственный анализатор и что важно свой собственный интерпретатор то есть задать синтаксис помимо лексического анализатора задать еще синтаксический анализатор который бы который бы описывал а что собственно какие лексемы с какими в каком сочетании значит сочетаемы а какие нет и какие действия нужно делать если к вам пришли лексемы то подоб такие-то и сякие-то классический пример подобного подобного применения подобного инструмента всегда почему-то строит калькулятор я не 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 буду это самое не буду оригинален и тоже построим калькулятор а для этой цели можно использовать можно использовать давайте я начну с того что в действительность таких модулей сейчас мы с вами их найдем вот в действительность таких модулей вагон и маленькая тележка вот да это гитхап репозиторий который описывает более или менее актуальны сегодняшний день парсинг тулс на питоне правда они на самом деле фиг не актуальны ни хрена но некоторые из них все еще актуальны мы на них посмотрим вот их много на сайте python.org их еще больше сейчас найдем все-таки этот сайт python.org с этим самым не здесь ну ладно или не найдем или не найдем ладно фиг с ним тогда не буду просто просто времени нету короче говоря на сайте python.org этих инструментов еще больше и они еще более старые вот я так подозреваю это происходит потому что с помощью имеющегося инструментария там всяких регулярных выражений и всего остального написать подобного рода такую антологию да то есть описал его некоторого простейшего языка эта задача с одной стороны довольно простая и не требующая скажем так дальнейшего развесивства инструментирования а с другой стороны довольно сложная в том смысле что надо во всем это разбираться разбираться в том как работают анализаторы ну в общем вот вот и если допустим для си какого-нибудь построение такого анализатора вручную из ничего и это очень жесткая работа со строками сишными волшебными еще с чем-то и под это дело написаны два инструмента собственно лексический анализатор который называется лекс вот и ну а гнулик называется flex да и синтаксический анализатор который называется як но одну як называется бизон вот два таких здоровенных инструментариев которых кажется на втором курсе у кого-то не даже были в браке короче говоря на которых пишутся лексический синтаксический анализатор на си и там си плюс плюс ну кстати беркли беркли як он еще и питоновский код умеет генерить то есть вы пишете на яке некий исходник а он генерит питоновский код вот но это так к слову классический як не бизон не гнутый не винение не бизон вот но так вот поэтому каждый кому не лень и кто хочет свою крутость показать пишет очередной а синтакс генератор на этом самом на питоне вот но некоторые из них выжили и продолжают считать по сию пору значит наиболее адекватный для меня как для любителя всех этих лексов и явков оказался ну их на самом деле наиболее адекватный он к сожалению не развивается он называется той парсер генератор tpg давайте я вам покажу вот по нему даже лекция была у меня значит вот тогда вот давайте я вам покажу вот она значит это некий француз пишет его кристоф де лорд ну как пишет писал до 13 что ли года или до 14 сам этот француз он довольно крутой программист а им хаскалер вот но он увлекся хаскалер в какой-то момент и на все остальное забил в том числе на свои питоне опыты вот а модуль довольно довольно интересный вот в шестнадцатом году я соврал в шестнадцатом году он перестал его обновлять он на работа отлично работает на третьем питоне на нормальном и современном вот модуль довольно интересный но в силу того что он вроде как не развивается я по него рассказывать не буду просто ткну пальцем там есть некоторые веселые решения которых больше нигде нет французы они вообще люди такие изобретать а наиболее привычным для меня показался модуль который называется плы который так расшифровывается python лекс я вот который очень похож синтаксически на собственно лекс и я то есть в принципе мы можем взять и ну не мы можем а авторы этого самого плы взяли примеры из классической книжки издательства орали на тот самый лекс и я и прямо эти примеры перевели в питончик и на питончике их запилили значит я сейчас не буду за отсутствием времени не буду рассказывать всю структуру вот этого лекс я в общем почитайте я сразу попробую вот из шпаргалки с помощью шпаргалки только упрощенном виде и привести пример и этот пример по ходу буду объяснять что в нем как вот значит пишем пишем программу значит как обычно некоторые названия некоторых функций и глобальных имен они значащие они определяют что-то что потом будет работать ну давайте так обещал калькулятор сделаю калькулятор значит первым делом мы должны определить список токенов токены это в нашем в наших терминах лексемы вот лексемы это такие штуки которые на которые разбирается разбивается входная входной поток будем построчно его анализировать вот согласно некоторым правилам обычно регулярные выражения или что-нибудь в этом духе вот значит лексемы бывают двух токены бывают двух видов лексемы лексемы бывают с точки зрения плы это бывает просто токены не так это бывает просто литералы то есть односимульные лексемы которые воспринимаются как таковые ну давайте мы что ли определим литералы литералс что там ну какой-нибудь плюс ну какой-нибудь минус да мы же обещали калькулятор вот пускай он складывает и вычитает вот и собственно то что называется токены значит обратите внимание что господи прости токен обратите внимание что вот здесь вот сейчас не так сначала покажу как выглядит токен а потом вы увидите на что обращать внимание ну скажем номер вот обратите внимание что в обоих случаях пересчитываются идентификаторы тех лексем которые будут встречаться в нашем в нашем этом самом в нашей программе токены отличаются от литералов тем что литералы это и есть то есть вот если встретился плюс то к нам приезжает литерал плюс если встретился минус то к нам приезжает литерал минус а вот к нам приезжает литерал нам да если встретилось нечто подо что мы должны написать парсер маленький лексический он должен начинаться с т подчеркивание потому что это токен вот к нему должен значит дальше должно идти слово нам в том виде в котором оно задано у нас в токенах дальше идет параметр и это собственно строчка которая к нему пришла а вот дальше хитрость дальше идет в док стринге регулярное выражение ну бэкслэш д плюс вспоминаем питоновские регулярные выражения вот это регулярное выражение означает одна или более цифр десятичных бэкслэш д это десятичная цифра можем кстати написать наверное вот так чтобы было более понятно что это регулярное выражение кстати нам r тогда не понадобится r модификатор roll string чтобы бэкслыши интерпретировать зачем ну во первых понятно почему нам пришлось выделить число в отдельный токен потому что нам нужно описать в виде регулярного выражения что является числом вот во вторых у нас есть необходимость интерпретировать сожженную лексему превратить ее собственно в число из строки поэтому мы этому токену еще привешиваем value ну что там int а смотрите все интереснее у токена уже есть value когда к нам приезжает t это не текст я соврал это распаршенный сообразно вот этому регулярному выражению распаршенная лексима в которой в числе прочего будет значение t value мы его просто меняем со строкового это будет ну понятно это будет та подстрока которая заманчивалась со строкового на целое поменяли ну и return t так значит вот это литерал это значит способ объявить простую лексему которая имманентно как бы себе то есть она сама в себе несет собственный идентификатор собственное значение и так далее токен это штука которая требует парсинга мы определяем регулярное выражение которое ее парсят и определяем как вычислить ее значение можем и не определять если нам достаточно что это строчка значит мы оставляем как было но нам нужно чтобы номер был номером целочистки целом ну вот так и будет можно кстати в начале еще попробовать поставить что-то типа минуса ну давайте не будем хотя это интересная задача но просто не сейчас еще один класс токенов специальный который называется игнор вот который описывает какие символы надо пропускать ну мы будем пропускать табуляции и пробелы то есть есть пробел нет пробела еще один класс токенов опять таки встроенных которые наверное мы можем не пока что не не трогать и это тоже не будем трогать значит пока все теперь собственно соберем из этого лексер на на основе модуля пыль лекс вот лексер равняется что там пылы точка лекс точку лекс как то так значит плыве лекс это подмодуль который занимается лексерами в нем есть модуль лекс вот как то так и должно быть давайте проверим это работает или нет модуль плыль не установлен ну что делать а а а он говорит что ты ер нужен хорошо давайте определим ты ера ты ера это еще один стандартный токен который должен быть обязательно вот это понятно что это если к нам приехал какой то токен который вообще говоря не распознается да print ер тут можно f написать t value что ли ну как то так вот и для того чтобы наш лексер не застрял лексер сжирает по одному токену из входной строки и соответственно если мы этот токен ошибочный не выбросим то он будет в следующий раз опять жрать его мы должны его выбросить написать что-то типа t.lexer обращаясь к его токену . skip вот значит мы говорим дорогой лексер этот токен глючный не ешь его то выброси его кушай следующее так о да заработал значит дать я посмотрю можно ли нам получить сразу синтаксический разбор все это ерунды боюсь что нельзя боюсь что нельзя потому что лексер будет вызывать парсер ну хорошо это не очень страшно сейчас мы напишем парсер и на этом собственно наше развлечение закончится вот вот так это не интересно и это не интересно это все то значит мы начинаем описывать тут где тут старта стой 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 подглядываю или слушайте давайте я вам покажу его что я подглядываю давайте я лучше его покажу и мы будем вместе туда глядеть на этот примерчик вот вот он значит я его просто упрощаю поскольку я упрощаю то было бы не лишним показать значит это некоторый дэвид как его фамилия то господи прости дэвид 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 безли вот этот самый дэвид безли он очень крутой чувак вот как видите мы в частности это его как раз модуль и это его примеры для плыг который мы сейчас с вами рассматриваем вот а значит дыды 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 эрр мы определили разделили, лекс мы создали, значит у нас не будет этого самого precedence, оно будет по умолчанию, вот. Нам нужно теперь, нам нужно теперь написать с помощью BNF, кто не помнит, вспомните, описание нашего языка, что такое наш язык. Я вот еще помню, что тут было слово старт, что-то его тут нету, но нет, так нету. Утверждение, а, ну смотрите, у них тут есть еще присваивание, присваивание мы поскипаем, нам это неинтересно. Значит, statement это expression, а expression это что-то одно из двух, плюс или минус, причем вот этот у нас уже, это токены. Ага, так, 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 давайте посмотрим дальше, унарный минус они реализовали, скобочки они реализовали, у нас тоже стоит, токенов кажется нету в скобочках, вот, number, name не нужен, все. А как у них стартовый символ, стартовый не терминал, описывается? Похоже никак, похоже как первый. Ну окей, давайте тогда отсюда передирать. парсер, значит, как устроен парсер, парсер устроен следующим образом, вы определяете разбор, разбор некоторого правила для вашего парсера, которое написано вот здесь, statement это просто expression, вот, переменную p, которая приезжает к этому разбору, это список, нулевой элемент которого, это возвращаемое значение, а первый, второй и так дальше элементы, это значение тех распознанных лексем, которые были, которые вот здесь вот указаны, ну даже не лексем, в данном случае уже конструкций, терминалов или нетерминалов. Соответственно, вот в этой конструкции p0 это то, что будет, то, чему все это равно, p1 это значение того, что приехало внутри, внутри нетерминала expression, да? В этой конструкции p0 это expression, слева значение, результат, p1 это то, что приехало в нетерминале expression, p2 это то, что приехало в лексеме плюс, она же, этот самый литерал, p3 это то, что приехало во втором expression. Ну вот давайте что-то типа такого и напишем. Значит, во-первых, значит здесь у нас начинается определение заполнения лексера, уже синтаксического анализа. p, p это от слова, не знаю от какого, ну в общем это синтаксический анализ, почему p не знаю. А слово parser, конечно, p это parser, значит parser, ну statement export, statement export. Если мне не изменяет память, вот эти названия уже могут быть любыми, потому что на самом деле, вот почитайте про всякие LLR анализаторы, на самом деле главная часть того, что интерпретируется, на основании которого делается принятие решения относительно того, что за синтаксическое выражение к нам приехало, и это вот разбор вот этих BNF формул. Так, значит p, да, то, что нужно отпарсить. Прям скопипастим вот эту штуку и print p1. Что это означает? Это означает, что если у нас приехало атомарное statement, атомарное утверждение, которое состоит из одного единственного expression, этот expression, его значение просто выводится. Вот, если у нас бинарная операция, да, ну прям скопипастим отсюда же, мы пишем хитрое лексическое правило, которое говорит следующее, что у нас expression может быть не только числом, про числом чуть позже. Кстати, давайте сначала про число. Давайте мы напишем не как умные люди, а как люди, которые хотят понять, что происходит. Вот это вот прям скопипастим один в один. Вот, значит, expression может быть атомарный, являться числом. То есть, если у нас приехал нам number, а number это наш токен такой, отличное значение нашего выражения это значение этого number. Вот, кстати, на этом уровне калькулятор уже должен работать. Давайте мы скопипастим вот эту вот фигню тоже. Значит, во-первых, мы сконструируем насчет него, насчет него, из него сконструируем парсер. Вот. Во-вторых, парсер роттер дернем. Значит, тут в while true. Да, значит, обратите внимание, в этом месте вы можете задействовать всю мощь этого самого cmd. Вот. Вот. Был бы у нас такое практическое домашнее задание, я прям задал задачку, чтобы здесь cmd работало. Ну, здесь мы, значит, cmd не cmd, поэтому делаем try. А зачем? А, потому что eoff. Понятно. Ну, ну нафиг. Просто s равняется input. Это наш калькулятор. Вот. Дальше мы что делаем, як.parse от s, давайте мы переименуем слово як, почему як.parse, почему не parser.parse? А, понятно. Значит, обратите внимание на некоторую договоренность. На самом деле, я зря взял вот этот пример, надо было брать пример с классами, просто он толще. Обратите внимание на договоренность, что ваш лексер должен называться лексером, а парсер должен называться парсером. Только в этом случае, если у вас в namespace есть лексер и парсер, вот этот самый як.parse, он заработает. Вот. Мне кажется, это вполне достаточно. Ну, давайте проверим. А, нам нужен prer еще. Хорошо. prer, давайте prer. Что там? Синтекс. Яр, да. Значит, dev prer, как обычно, от p, от того, значит, кусочка текста, который нужно интерпретировать. print. Print. Что? Улюлю, что? Синтекс. Error. Номер строки мы не вычисляем с вами, да? А зря. Ну, ладно, если успеем, я это добавлю. Значит, Error, синтекс. Error. p, вылью. Вот так. Хорошо. Значит, смотрите, этот парсер написан таким образом, что он парсит каждую строчку отдельно, то есть это маленький язык. Понятное дело, что это совершенно не обязательно, если вы пишете хитрый здоровый язык программирования, вы будете парсить программу на этом языке программирования. Все это без особой разницы. Так. Ну, так было, бла-бла-бла-бла. Что-то нам с Enter не то, нам Enter надо было пропускать. Я нажал сейчас Enter и все упало, потому что надо было отдельно про Enter рассказать лексеру. Дорогой лексер, вот, 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 что нужно сделать лексеру. Значит, давайте мы тогда это вставим. Значит, обратите, значит, что я сделал, да, я скопипастил из примера еще ситуацию, когда мы переходим к новой строке. Это называется 10Uline. У нас она матчится на перевод строки backslash n, вот, и тем самым у нас переводы строки валидные. И при обработке этого перевода строки мы просто увеличиваем номер строки на единичку, а точнее не на единичку, а на количество этих backslash n, если их приехало много. Ну, давайте еще раз. Что? Не получилось? А-а-а, он не парсит, а он все равно. Ну, что такое? Обидно, досадно. Хорошо, давайте не будем обидно. Ну, ладно. Я, когда буду делать план лекции, поправлю. Ну, раз уж нет, так нет. 4 плюс 4. Синтекс error плюс, говорит. А, 4 плюс 4. Тоже синтекс error плюс. Да что ж такое-то? Что я делаю не так? А, ну хорошо. Ой, слушайте, никому плюс-то у нас нету, я тормоз. 4. Ура! Да, отрицательных чисел у нас нету. Унарный минус там отдельным действием. Вот, значит... Душь, а тут что-то упало опять. Так, я что-то нажал, а оно упало. Лексер скип т. Обработка ошибок что-то не задалась. Давайте посмотрим на нее. Так, pppp, t. А, скип 1, что я написал? Почему я написал t? Там надо было написать, сколько токенов скипать. Так, здесь вот p-value мне не нравится. Значит, надо тогда ее... Но об этом у нас позаботится терминал. Backslash R туда вот не приедет. В питоне третьем есть отличие между текстовыми файлами и бинарными, и в текстовом файле конец строки обозначается символом конца строки, а не двумя какими-то разными. Вот. Это ответ на вопрос, что будет есть перед m-control-g. Так, что я сделал не так? Вот здесь надо написать вот так вот. p-end, p-end, p-vander, да. Так, что будет здесь? Я так напишу. О! Хе-хе-хе. Обратите внимание на то, что это синтаксическая ошибка, и что она забавным образом пытается запарсить мне сначала всю лексему, потом кусочек, кусочек, кусочек. И в конце концов выясняется, что это она ни к силу, ни к бороду никуда не пастится, и на этом все сваливается. Давайте теперь все-таки добавим сюда сложение и вычитание, и попробуем это все заставить работать. Значит, это вот это вот. Вот это вот. Значит, давайте мы ее частично скопипастим вот сюда. Да. Да. Значит, что здесь написано? Вот это мы убираем. Здесь написано буквально следующее. Что если у нас expression выглядит как expression плюс expression или expression минус expression, то это составное выражение, и надо вычислить результат из вот этого и вот этого. Ну, собственно, как оно и происходит. Вот. Обратите внимание, что у нас для того, чтобы все это работало, уже все сделано. У нас есть соответствующие литералы, то бишь, лексемы, значение которых и есть вот этот плюс и минус. Да. Значение лексем совпадает с их. И у нас есть соответствующий токен, то есть лексема, значение которой вычисляется по вот такому правилу. Ну, то есть вот P1 и P3, соответственно, будут числами. Вот. Вот это нехитрое правило. Вот. Это нехитрое правило нам, наверное, позволит сделать вот так. Ошибка. Вот. Вот. У нас совсем немножко времени осталось. Я хочу просто ради прикола в копипастить сюда еще унарный минус. Вот. Что такое прец? Что такое прец? Я не знаю. Да. О. У минус. А. И это мы должны иметь дело с этот самый приседан с правой-левосторонностью. Хорошо, не буду этого делать. Давайте я на этом остановлюсь, потому что на самом деле про синтаксис работы Япко можно опять-таки делать целый спецкурс, потому что там много всего. Ну, вообще просит токсический анализатор, понятное дело, у вас даже есть такой спецкурс, просит токсический анализатор. Поэтому я на этом остановлюсь. Сошлюсь на то, что есть прекрасная документация Поплы, вот, здоровенная. Читай не хочу, значит, вот там гораздо больший пример с тем самым, с соответствующим калькулятором, с присваиванием. Вот тот пример, в который мы смотрели, тоже с присваиванием. Разбирайтесь. Вот. Хочу сказать только что. Вот этот классический лексер отдельно, синтаксис парсер отдельно подход, в какой-то момент, когда выяснилось, что вы, в общем, хотите реализовать не такой сложный язык программирования. Вы не хотите написать интерпретатор Python или Shell. Вы хотите написать интерпретатор своего собственного микро-микро языка, даже нано языка, в котором будет там питок команд, некоторое количество параметров и все. И этот подход с BNF-ами, регулярными выражениями, какими-то конструкциями вот такого вот сорта в BNF-ах, да, непростых, непростыми, да, всякими хитами такими. Вот такими, вот, 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 вот. Это все еще, это все еще лексер, а где-то должен быть парсер. Это все еще лексер. Вот. Какими-то непростыми, значит, конструкциями вот здесь, вроде тех, что мы с вами видели, да, вот, вот таких вот, да, во-во-во, видели? Он, может быть, на самом деле, простой и понятный, но вот все надо въезжать. Если въезжать не хочется, то есть другой подход, который, сейчас я его найду, он называется P-Pars, у меня где-то тут был прямо открыт, вот он. Который, когда-то, когда этот, ребята создавали эту идеологию, вот, в 2003 году был новинкой, а потом появилось как раз довольно большое количество в этой табличке, которую я показывал, да, вот в этой, нет, не в этой. Вот в этой табличке, которую я показывал, большая часть вот этих анализаторов, на самом деле, не вот такие lower, да, а peg. peg, это сокращенно от parsing expression grammars, который стоит в том, что у вас есть некоторый набор функций, описывающих, с помощью которых можно описывать некоторый язык, вот, и ваше описание этого языка, это просто правильный вызов этих функций. Смотрите, вот, это уже совсем коротко, я сейчас объяснять ничего не буду, просто покажу, как это выглядит. Вы говорите, что подсказка состоит из слова, которое состоит из букв, запятой, слова и восклицательного знака. И говоришь, распарсь мне hello world. Он говорит, окей, отлично, отлично, она отлично парсится, вот это слово, вот это запятая, вот это слово, это восклицательный знак. При этом обратите внимание на использование плюса. Плюс это перегруженная операция для объектов типа word, которая означает вовсе не сконкатенировать их, не там, попытаться сложить, да, а собрать парсер, который будет парсить сначала слово, потом запятую, потом другое слово, потом восклицательный знак. Перегруженная операция. Точно так же перегруженная операция умножения, операция с запятой, операция или и все остальное. То есть у вас получается довольно волшебный такой синтаксис, вот, по, вот здесь вот, по пепарсингу. Да, сейчас попробуем вот это hello world, а что-нибудь такое более хитрое, более хитрый синтаксис найти, и на этом я закончу свой разговор. Нету. Давайте, да, поищем пепарсинг экземплс. Вот. У самого пепарсинга есть экземплс, да? Камосеп. Нет. Это какой-то тест. Words to num. Хе-хе-хе. Вот вам, пожалуйста, пример с помощью пепарсинга, как переводить из одного в другое, да? И слова... Переводить из слов в число английских. И вот здесь вот описание, видите? Чем сложнее описание, тем хуже читается пепарсинг, и тем лучше использовать настоящий лексический анализатор. Здесь уже довольно тяжело разобраться, но, наверное, можно все-таки. Общенный хандрис, да? У вас. Нет, какой-нибудь попроще. Холи мундо. Чем-то формулы. Чем-то формулы. Потому что картина парсинга простых языков гораздо проще, потому что используются не конструкции из другого языка программированные хитрые, а обычные плюс, минус, умножить. То есть вот это все питоновские. Они просто означают другое, означают складывать в парсинг. Вот такие дела. Значит, кажется, мы выживали уже все возможное время. Вот. Значит, я не собирался, вообще говоря, объяснять что-то про пепарсинг. Хотел показать просто, что он существует. Вот. А он существует. Таким образом, давайте посмотрим исходную лекцию. Где она тут была? Тут больше ничего нет. Таким образом, вы можете написать интерпретарь командной строки с достаточно сложным языком интерпретирования, который из-за вас будет делать либо этот самый язык интерпретировать, будет либо, значит, этот, как его фамилия, господи, все, пора заканчивать лекцию, какой-нибудь LLR организатор типа плы, либо какой-нибудь пеганализатор типа пепарсинг, либо еще что-нибудь. В этом интерпретаре командной строки будет редактор командной строки, который за вас сделает редлайн. А если вам нормально жить с классическим понятием командной строки, то можете воспользоваться CMD, и там уже будет и достраивание, и истории, и все-все-все. Вот. Не забудьте только сохранять историю, так как мы это делали в примере с редлайном, это можно сделать в случае CMD тоже. Вот. Ежели вы не хотите писать парсер командной строки, лексический анализатор, вот это все, воспользуйтесь шлепсом, вам туда будет довольно много, довольно много, довольно быстро, довольно много возможностей, которые можно использовать, а CMD вам поможет на скорую руку понаделать командочек в вашей командной строке, и обработке ошибки, и help, и все остальное. Такие дела. Вот. Поскольку я специально, значит, как обычно, в конце лекции немножко завел бла-бла, дожидаясь каких-то вопросов, вопросов не последовало, значит, все, видимо, на этом мы заканчиваем разговор про написание собственного интерпретатора командной строки. Продолжение следует.